здравствуйте добрый вечер компания deep cool за последние наверное полгода выпустила много моделей корпусов новых разных и одна из них которая называется ck500 отличается от других тем что у нее глухая передняя крышка и конечно многие из вас могут сразу подумать глухая передняя крышка значит плохой продув значит не будет потока воздуха но сейчас мы этот миф либо подтвердим либо развеем погнали короче он тяжелый обычно корпуса deep cool они были полегче такая вот наклеечка на коробке сразу мы вот видим как он выглядит и никому уже не становится интересно сделано в китае и срок службы три года больше я думаю будет уже вне закона вплоть до уголовной ответственности не буду применять магию нужно ее как-то восстанавливать и вот что нас встречает в коробочке не очень нравится между прочим смотрите подложечка отдельная крышечка она отдельно до просто вот такая вот цель на металлическая она достаточно толстенькая не гнется особо хорошая крышечка ну и дальше корпус вы только посмотрите все вот вы можете даже так вот его использовать сеточка какая-то хлюпенька немножко но кстати смотрите то что сетка она да вот такая вот съемная в красивой рамочке мелкая очень прям хорошая честная полевая сетка и хоть и она от того что не имеет посередине внутри никаких ребер жесткости она немножко хлюпенькая но от этого воздушный поток никак не рубится вот этими самыми ребрами это это четко и комплектуется он сразу двумя 140 миллиметровыми вентиляторами крышечка здесь одна стеклянная сбоку и другая обычно вот стекло толстая 4 миллиметра с небольшой тонировкой то есть она не идеально прозрачная такая микро микро тренировка есть как на многих корпусах давайте посмотрим как он выглядит с этой крышечкой крышечка у нас ставится до получается вот у нее вот такие вот пазы здесь вот этими нижними пазами сначала попадаете и и все неплохо неплохо да а вот сейчас он уже вот так вот бренчит но это на самом деле решается обычным тоненьким тоненьким слоем виброизоляции и она у вас шуметь не будет и звенеть не будет да и многие я думаю что со мной согласятся что корпус выглядит вот так вот достаточно неплохо его можно вот просто вот так использовать без этой крышки напомню что сейчас его цена не хотелось напоминать конечно но вот десятку он сейчас стоит за десятку возможно это будет не самая лучшая модель но то что у дипкула наконец-то появились корпуса с хорошей четкой сеточкой причем вот на блоке питания тоже такая же сеточка быстросъемная мелкая это очень радует вот что да мы дожили до этого времени когда дипкул начали делать вот такие корпуса кто-то может сказать что и до этого были там matrix 55 matrix 70 да я согласен но у них ни у одного не было хороших пылевых фильтров это может быть не так важно но не знаю лично для меня это показатель показатель уровня корпуса боковая крышка самая простая здесь корзина она держится на одном барашке который вы навряд ли сможете руками открутить и вам придется брать плоскогубцы и откручивать плоскогубцами весьма просто снимается внутри у нее сразу стоят пластиковые кронштейны вот такие на них можно прицепить как большой таки обычные 2 и 5 ssd какой-нибудь в комплекте здесь ничего такого интересного стяжки брошюрка и винтики радиатор спереди влазит до 360 миллиметров сзади 120 140 миллиметров и радиатор сверху 280 миллиметров собственно по виду можно было это сразу все понять то что еще какой плюс я сразу заметил в этом корпусе это то что у него на заднюю стенку можно установить 140 вентилятор в наше время не сказать что это редкость но не во всех корпусах скажем там от 10 до 20 уже сейчас тысяч это возможно чаще здесь обычное отверстие под 120 ку и все тут как бы отверстие под 120 ку но есть крепление под 140 вентилятор два посадочных места под ssd по 2 и 5 накопитель они с резиночками вот такие вот резиночки в отверстие вставляются затем вы берете комплект винтиков достаете оттуда вот такие вот стоечки вкручиваете их в ssd шник и уже с сссд шником вставляете и очень хорошо он у вас фиксируется под блок питания здесь тоже такие 4 подкладочки и от задней стенки до ребра 22 миллиметра а поначалу кстати так не скажешь поначалу вот смотришь такое ощущение что здесь ну как бы место под укладку как-то маловато но 22 миллиметра этого очень вполне себе достаточно на ножках кстати качественная резиночка из внутреннего пространства что и отмечу это вот такие вот резиновые отверстия и хотелось бы еще уточнить вот это вот не просто резинки а это пластиковые рамочки и внутри них резиночки вот эта вот резиночка а это пластиковая рамка эта пластиковая рамочка сколько новых решений дауде пулу сразу вот их 2 штуки и еще здесь есть держатель для видеокарты что тоже так скажем набивает цену корпусу держатель достаточно простенький но вот то что он есть это что его можно использовать в двух положениях это получается ставить либо сюда либо сюда многоразовые заглушки что на самом деле это я считаю удивительно и из недостатка которого я здесь вижу это небольшое пространство над материнской платой получается от стойки до верхней крышки всего где-то 43 миллиметра следовательно водянку нужно будет уже устанавливать внимательно вернее выбирать ее нужно будет внимательно потому что случаи если у вас будет будут высокие радиаторы на материнской плате либо высокие радиаторы на оперативке с подсветкой например наов вас то есть большая вероятность что у вас водянка просто упрется либо радиатор материнки либо в радиатор оперативки пространство под с живо спереди примерно 74 миллиметра и здесь 165 миллиметров отверстия отверстия под питание видеокарты здесь нету кожу идеально ровный прямой отверстия под окошечко под блок питания тоже нету это я считаю что плюс мне уже не нравятся эти окна с точки зрения кастома вот такую вот идеальную поверхность ну лучше использовать нежели вот с окошками из отверстий здесь только два под вывод проводов на материнскую плату смотрим верхнюю крышку здесь что вот я сразу подметил это сеточка потому что она тоже какого-то нового образца такое ощущение на ощупь как будто резиновая и да такая она мягонькая такой вот здесь хлястик для того чтобы ее было удобно подцепить и снять молодцы deep cool используют более новые решения какие-то по кнопкам все достаточно просто 2 usb 3.0 совместный разъем на микрофон наушники и тайп си вот шильдик deep cool не шильдика вернее просто надпись достаточно простенько снимается вот эта вот рамочка под фильтр если это кому-то будет нужно а кстати новые вентиляторы наверное не будем доставать а прямо в корпусе и проверим модель называется df 0 140 25 12 цель вот 12 вольтовые не сколько оборотов не показано поэтому замеряем еще количество оборотов которые не дают длина видеокарты так вот если до вентилятора это прямо впритык 37 сантиметров если учитывать что спереди будет стоять радиатор это примерно 320 миллиметров высота кулера это если мерить от стойки до ребра 190 минус 5 миллиметров 185 в теории 185 миллиметров кулер сюда должен влезть длина с крышкой 455 ширина высота 234 миллиметра и высота 470 миллиметров высота ножек 21 миллиметр все вентилятор кстати здесь трех пиновый сейчас подключим его в блок питания от 12 вольт я выставил и и замеряем поток с помощью вот такого анимометра и можно еще замерить шум вот нашум на петличку будем замерять и вот таким прибором но по ощущениям дует вроде неплохо можно еще посмотреть с какого напряжения он стартует а стартует он прямо вот с трех с половиной вольт но так как он все равно 12 вольтовый замерим его на 12 вольтах сначала на расстоянии а потом вплотную расстояние сделаем 15 сантиметров и на расстоянии поток у нас 0 8 метров в секунду вплотную вплотную 2 и 5 по шуму могу сказать что он достаточно тихий и но есть какой-то такой микро микро треск вот может послушать по прибору до сначала выключенном состоянии 44 4 децибела включая 48 и 6 децибел и еще сейчас посмотрим количество оборотов 952 оборота но думаю что по факту у них должно быть 1000 оборотов в смысле заявлены 1000 оборотов теперь проверим насколько крышка передняя которая глухая насколько она рубит поток ну для начала вот сколько сетка насколько сетка рубит получается у нас было 08 ну кстати с сеткой он вообще перестал давить как у нас там было 08 сейчас почему-то 05 показывает но видимо здесь как раз вот это вот вот этот поток за вихрень она попадает не на все участки вот например тут 06 начинаем двигать 04060708 1014 даже здесь вот 15 то есть я его двигаю не близко дальше а вот только по одной оси и смотрим вот у нас тут 14 ставим пылевую сетку и потока сразу не встает потока сразу не встает но это еще от того что у этих вентиляторов форма лопастей air flow они не должны стоять спереди его надо ставить либо на выдув вот сюда либо сюда на выдув но по факту здесь такой стоит значит при покупке вы его просто переставляете наверх спереди уже однозначно нужно ставить с формы лопестей air прессу и точно так же вот меряем вплотную 2 и 4 как и было и ставим сетку мы сеткой уже чуть поменьше 2 и 2 теперь нам нужно значит поставить крышку ставим крышку и также замеряем но по сути крышка уже не меняет а свой поток и именно поэтому я считаю что данный тип вентилятора его не целесообразно использовать на вдув еще вот я показывал переднюю крышку может кому-то будет не было не совсем понятно но она по идее на магнитах то есть магниты вот здесь сверху снизу просто паз который вы берете вставляете а сверху же магниты и вот такой зазор между пылевой сеткой и крышкой передней что-то так же хорошо и 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 круто что здесь еще нет никакого логотипа просто монолитная монолитная крышечка большое пространство для творчества и еще небольшая проверка на удара вибро устойчивость не скажу конечно что тест пройден на 10 баллов но в принципе достаточно терпимо все спасибо что смотрели обнял и пока здравствуйте антон я знаю что вам немножко мешают отдыхать и вот вообще чилить но ребята ждут спасибо вот 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 вот